Это просто пи***ц, ребята, вот у меня авантюра на весь день. Короче, ребят, я на границе, я уже сполкнула, и теперь выхожу с улыбочкой вам сказать о том, что я забыла документы, очень важные. И, конечно же, меня высадили в поезде уже в новой стране. Продолжение следует... Иду в Лувр и на самом деле не понимаю, что происходит. Честно, страшно дойти, потому что я не понимаю, что это какая-то проба, праздник или что-то реально случилось. Я не понимаю, что происходит. Петро закрыто. Полиция просто на каждой улице. Трафика громадный. Это мой первый день в Париж. Это такой каждый день в Париже. Вообще, иду пешочком, получается, уже далеко. Просто нужна помощь. Тут не пройти, не проехать. Повсюду полиция. У меня нет ног. Я не понимаю, что происходит. Слушайте, чего я только не видела на самом деле. Но розового трампа свиньи я еще не видела. Я иду в Лувр. Первым делом я решила пойти туда. Хочу посмотреть немножко. Целый день не смогу. Шарится очень много, на самом деле, дел. Уже приготовила заранее сценарий. Я засниму пару видео. Красота. В общем, я зашла в одно пространство. Просто то, что я искала. Слов пока мало, на самом деле, болтать не хочется, потому что я смотрю. И пока нужно насесть. Все ее берут за пирамидку, я не буду. Купила билет на такое мероприятие. Не могла просто не попасть вовнутрь самого Лувра. Я заказала билет еще в Италии, потому что здесь на кассе их не продают. Снимать, возможно, скорее всего, запрещено. Но я буду снимать свои видеоролики здесь. Я в радости в такой. Это экспозиция. Я пошла сразу почему-то вниз, хотя нужно было идти вверх. Помимо того, что я видеомейкер, я еще визуализатор. И просто делаю крутые фотографии. И мешаю людям просматривать все. Скорпион. What is it? Это что? Это что? Так, нужно сделать скриншот и перевести. А здесь весы. Слушайте, это книга гороскопа. Здесь что-то написано. Нужно делать скриншот и переводить. Это весы. И просто каждый лист, который мы листаем, меняется гороскоп. Получается, дева. Это что-то невероятное. Я не знаю, кто это изобрел. Это просто магия какая-то. Это красота. О, вау, 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 вау. О, вау, вау. Прикол в том, что в Лувре можно фоткаться с телефоном, но только не с треногой, потому что тренога уже считается профессиональной вещью, а телефон, оказывается, нет. Но вы думаете, что, я не разберусь, как с телефоном. Куда его поставить, чтобы сфоткаться. Дошла до Монолизы, но здесь на самом деле к ней. Очень. О май гад. Я сфоткалась. Я сфоткалась, кивая. Я очень хотела сфоткаться с Монолизой. В принципе, можно уходить в Лувра. На самом деле, тут дня не хватит все-то смотреть. Не такой уж я любитель всего этого. Ну, конечно же, завораживает. Когда ты здесь находишься, все, это другая обстановка. Прям детально не останавливаюсь в каждой коллекции, потому что тогда точно я могу остаться здесь ночевать. Я давно мечтала о поездке в Париж. С 30 лет. С моего дня рождения, как мне исполнилось 30 лет. И как раз это было время ковида. Я безумно ждала, когда же я наконец поеду. Вдруг вот сейчас просто взяла себе и устроила сама такую поездку. Такая ситуация сложилась, что я познакомилась с крутыми девочками. Девочки, конечно же, в виде Америки. Живут в Париже. Я им написала, я хочу с ними безумно встретиться. И сделать какую-нибудь коллаборацию. Это Париж, детка. И поэтому я здесь. Я как раз осуществляю свою мечту. И еще вдобавок по работе, по развитию. Мне нужно собирать кейсы. Люблю снимать и монтировать. И это мое. Очень хочется вам показать каждую лестницу здесь. И волшебные места. Но это все равно будет не то. Будет очень скучно. Я зашла с самой пирамидой. А сейчас я вообще нахожусь, получается, в другом здании. И это оказывается все вокруг. Все, что можно посмотреть. Представляете, где я? Вы здесь со мной? Вы здесь сейчас со мной? В Лувре есть такие лечейки, где ты можешь зарядить телефон, положить и закрыть сейф. Что я сейчас, собственно, и сделаю. Небольшой перекус на 16 евро. В Лувре можно заблудиться. Я вышла вообще в другом абсолютно месте. Как я должна была выйти там? Вы представляете вообще, как это работает здесь? Меня попросила арабская пара их сфоткать. Я их сфоткала классно. Вообще никого не было. Было видно только их и Лувр. И я такая думаю, ты их здесь сниму видео. И такая, ап, ап, это видео. Как они разозлились. Как они испугались вообще. Потому что, оказывается, видео нельзя снимать. Я такая думаю, да ё-моё. Как это всё можно знать? Я снимаю для себя контент. Всё, что я на придумала. Ко мне просто подходят люди. Куча народа. Я уже не знаю, с какими я фотки сделала. Смотрите, как я тут разложилась. И хожу по воде. Пятые арабы, которые хотят только фотографию, видео нельзя. One, two, three. Сейчас я буду вставлять мой инстаграм всем просто. И пусть меня отмечают, как поток. Что делать? Меня просто, меня всё трясёт под холод и колбасит. Как красиво! Я не могу остановиться и уйти. Завтра я сгинулся потепли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С betty так. Здесь такой безмяк Такой безмяк даже в Милане нет Сегодня у меня Дерея, я нахожусь в месте, где я остановилась Это такой хостел, я захотела сюда приехать, потому что здесь движуха, общение И мне нужно выходить из кокона, общаться с людьми, что сейчас и происходит это время Я знакомлюсь, общаюсь на всяких разных языках, у меня вспомнился английский Такой хостел и даже какой-то дискотеки внизу Здесь как бы бар и завтрак и все на свете Я сейчас пришла выпить кофе и дальше у меня планируется съемка, мой день рождения Буду работать и вечером буду отмечать Еще, конечно, хостел хорош тем, что большая экономия денег В Париже недешево оплатить себе жилье Даже неделю будет стоить бешеных денег Плюс я то, что я нашла, не было абсолютно ничего Было одна кровать и голые стены Выбрала хостел, потому что здесь вообще все удобства есть Ну просто мы спим с девочками в одном номере Прикольное заведение Здесь, конечно, ночью громко, но наверху нет Громко только внизу, остальное все изолировано И кто хочет, тут есть бильярд Здесь настольный теннис Здесь вообще ребятки играются Дискотек обычно нет, но здесь есть караоке Я всего нахожусь в старый день Много всего могу не увидеть, могла не увидеть Мы все достаточно цивильные, нормальные ребята Вообще молодые и не очень моего возраста Я не знаю, что это можно считать не очень Не очень молодая я Но 32 Вот, сегодня 32 Мне 32 Вообще себя чувствую ребенком на самом деле Потому что, ну я себя ощущаю Вообще не на 32 Мне только сейчас, мне кажется, 18 стукнуло А девочки сказали Для столько лет? Нет, мы думали Тебе меньше, тебе как нам А им 22, а не студенты Ну это прям вообще Спасибо маме У меня мама молода выглядит Я пришла на локацию для съемки Это библиотека Танцуют девочки Здание огромное Просто высокое Я не знаю, неужели это все библиотека Я иду встречать Ольгу Ольга больше развивается в тиктоке У нее 100 тысяч подписчиков И у нее свой определенный стиль Она любит яркие цвета, эксперименты Оля Ну я говорила, девушка яркая Привет Привет Познакомиться Красивая Это с днём рождения тебя Днём рождения меня Мы будем сниматься Я снимаю влог на YouTube Ты не против? Да, конечно Красивенькая какая Ну все, пошли У нас будет снимать Подружка сейчас придет А придет? Да Слава богу Пит снять Мне прислали на рекламу Тренч Ох ты Вот, поэтому сейчас буду снимать еще Покажи, какие у нас колготки Супрайз И у меня тоже Только поднизал Да, я тоже так хотела Лезть, взяла джинсы Я потом и сниму Да, да, поверх А ну ты думала, я сварюсь нахрен Я вообще думала, здесь И вообще, мы посветы здесь снимали Ребята Ребята Раз 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 Я сглась Раз Два Вот так работает Мы сняли наше видео Солнце уже уходит Просто мы еле-еле успели Я однажды переодевалась в трусах Вот так вот попой стояла к стене Глава я в лифчике Думаешь, она так паялась? Крутая Я бы так сняла просто Ребята Как поход съемки Она еще без лифона Нормальнички? Как работает блогер Ты тоже побегала Побегай, побегай Прикольно будет Мне кажется, ты круче всего Ну, с красным холодно Я иду к себе на день рождения Прости Какой красивый стол Я пришла Тут пицца Йоли Итальяне Хай-хай Прогресс, девочки Давай обнимся с тобой А почему тут прогресс? Эти тоже хочешь обняться? Так, что там у нас? Очень французская Картошка фри и тартар Ну, это вообще не французская Это французская Приехала осуществлять Свою детскую мечту Это очень волнительно Я обалдеть Стою вообще От места, где я нахожусь Когда-то маленькая Я смотрела просто на телек И думала Когда же я там окажусь И я здесь Сейчас даже не захожу Потому что Не знаю, почему В общем, надо заходить А здесь уже Новый год И новогодняя атмосфера Смотрите, какая красота Это реально большой город Из каких-то чудесных Мультфильмовских домов Я не понимаю даже, куда пойти Честно Я знаю одно Свою детскую мечту Надо исполнять В каком бы возрасте Ты ни был И дурки И еще раз Смотрите, как я нахожусь Смотрите, как я нахожусь Оставься Поехали Оставься Что это? Оставься Вау Субтитры Вау Субтитры 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 Хоролевский тубик Диснейленда Гигантские пчелы Диснейленда Такой спокойный Я чувствую тут мокро на заднем сиденье Это значит только одно, что меня больет Мы находимся в пиратах Карибского моря Здесь очень темно Аааа, блин, как красиво Ребята, я последняя еду, мне тут очень страшно Там никого нет, вообще, кто-то предстоит Поехали! 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 Я же и в очереди не стою Пойду-ка я лучше на приключенческие штучки Где там всякие лодочки, паровозики Мне будь спокойней, потому что стоять в очереди, не понимая, что меня ждет Я тоже не хочу Они не ставят У них нет никакого изображения Вообще просто Сам подумай, куда ты пошел, да? Ну, додумай В общем, вон она едет Возьми да додумай Я не хочу так жить Из минусов Диснейленда Ни единой зарядки Я просто нигде не могу найти зарядку Даже в кафе Тут уже в Париже зарядки стоят на улицах А в Диснейленде нет Туалеты вообще Очень далеко и очень мало Ну и, конечно же, не ставят в начале аттракциона Примерное изображение аттракциона Что там будет и что там ждет Потому что так я не понимаю, как пойти можно В общем, дружочек, если тебе удастся побывать в Диснейленде То максимум, что ты можешь встретить Это две, три или максимум четыре поездки на каких-нибудь горках На каких-нибудь аттракционах Потому что больше времени у тебя просто не будет До одного дня это очень мало на самом деле Тут очередь занимает от часа до полтора Приезжать нужно в самое раннее утро И оставаться здесь на два-три дня Чтобы вообще прочувствовать Понять, что тут находится в этом парке Он настолько огромный Сейчас я поеду на этих горках Это единственное, что я поняла, что есть Занимайте места заранее Лучше вообще покупайте браслеты, которые пропускают вне очереди Остановились просто на самой верхушке на горке Потому что что-то пришло не так И мы тут сидим уже прилично минут десять Это выглядит все, обстановочка Блин, ребята, мне очень стыдно рассказывать, что сейчас произошло Чувствую себя ужасным человеком на свете Нас остановили на этой горке из-за меня Потому что я снимала на свету палку И все люди, которые ждали очередь, час И просто всех сбрузили за меня Меня потащили на разборки к администрации Ко мне спустился администратор на разборки Что так нельзя Но нигде этого не написано Это ничто не сказано Люди же как-то снимают на ютубе Я просто чувствую себя самой большой какашкой Диснейленда Обосравшим людям горку В общем, все хорошо Все прошло успешно То есть мне никаких штрафов ничего не сделали Я отделалась Но чувствую себя немного некомфортно Ну вот такой вот экспириенс Сейчас моя мечта сбылась Но немножко Немножко не так, как я ожидала Если честно Поездка в Париж Просто мне ставит преграды по сей день Я не понимаю к чему это Я стою и думаю что за знаки Почему у меня так происходит сейчас Вообще реально я даже заблудилась Не знаю как пойти домой Соборок Вообще Даму Это так красиво Ну и так красиво Три за движения над Бойлайк Бойлайк Gotta get Christmas Париж 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Возможно, когда-нибудь было приятно побывать в этой сказке, но сейчас пора на самом деле ставить акцент на более важных вещах в моей жизни Я вернулась в город и нахожусь рядом с оперой, с самой важной оперой Парижа Сейчас пройдемся, смотрите, какая красота здесь вечером Смотрите, какое место, красивое здание Похоже на оперу Ну, знаете, что это? Это не опера, это Starbucks Ребят, всем привет! Я стою в очереди заведения, чтобы поесть в Париже, чтобы покушать, нужно бронировать заранее, иначе ты будешь стоять просто в очереди, чтобы хорошо поесть Какую-то яичницу Или авокадо, тост или еще что-то, чтобы не пичкать себя непонятными вещами, приходится в такие очереди, потому что здесь на самом деле такой пик на завтрак Сейчас пик на завтрак, что просто нереально Прийти вот и покушать, заказать В чем очереди? Просто везде И там тоже В общем, самые крутые заведения В очереди Амикка моя, биво, биво! Чао! 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 Здесь очень тяжело покушать Как только вкусно Мне принесли тост И, на самом деле, люди стоят в очереди, чтобы чтобы поесть И это так все неудобно Это отличается от Литалии Это такой хаус И эта жизнь просто на хаусе Я уже сейчас устала носиться Я думала, я буду кайфовать А на самом деле, я ношусь за завтраком уже 2 часа, если не больше И это был мой объектив на весь день пока что И потому что, если я не поем, я не могу Вот что вы делали Валя, ты съем Валя, ты поем Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа мило о май гад я иду к эфелевой башни должна быть где-то там здесь конечно самый центр парижа глаза разбегается очень много красивых зданий очень красивый в центре сегодня я в нем гуляю еще несколько локаций для съемок ребята я выхожу на эйфелеву башню прикол в том что я просто могу бегать здесь кругами и видеть ее с разных ракурсов это кстати мой план сейчас я буду бегать и носиться выбирать прикольный ракурс для видео и фото и естественно это мечта я практически под ней здесь очень много народу в принципе нормально она очень красивая вам ее видно вы видите ее ребята ну что я самом развитом месте посреди дороги здесь у нас война за место для фотографий всем тут помогает тоже сняла парню фотку видео все друг другу помогает большинство на большинство проходит без очереди не знаю я что-то сняла но я очень хочу что до свидания бабуля good luck она со мной по-английски 1 типа короче что хочу сказать я сняла них несколько видео но попадают люди в кадр естественно что портит сам кадр просто мне нужно посмотрим что получится у меня еще есть пару дней возможно я еще что-то напигачу на сегодня был пробный такой момент ее зажгли она что гореть забыла показать вам метро тут реально можно заблудиться а кто не понимает язык вообще просто немножко разобралась поэтому мне вот в этот лабиринт а 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Смотрите продолжение в следующей серии. И он забит. И я сейчас смотрю на самое красивое произведение искусства в мире. Просто, представляете, жить в Париже. Люди тут бегут, занимаются спортом. А тут херак. И вот такое над тобой. Обыденность. Смотрите продолжение в следующей серии. Я сейчас иду и думаю, почему-то у меня такое чувство, что этот город стал от туристов. Это один из самых туристических городов, что я видела. Все хотят посмотреть на Эйфелевую башню. Записываем вам видеооткрыточку с Парижа. Я и башня. И башня. Это самый впечатляющий город, что я встречала. Это город Хаус, но он того стоит. На красный свет по Парижу! Лечу! Ребята, это La Fiamma de la Libertad. Принцесса Диана. Посвященный огонь принцессы Диане. И замочки. Это все увешано в замочках. Боже, какая-то красота. Просто наворачиваются слезы такого волшебного места. И от веры людей. Это очень трогательно. Поплакать в Париже. Выполнено. Хотя у меня уже было много поводов. Поплакать. Такое чувство, что наверху большой гамбургер. Я просто уже хочу и есть. Пурка Мадонна. Ребята, я встретила одну испанку. Она живет в Чили. Мы с ней сейчас вместе поужинали. И разбираемся в языках. Она ищет, что значит на ее по-итальянски. Пурка Мадонна. На самом деле это очень страшно, некрасиво. И нельзя говорить. И мы приколами себя. Я очень рада, что есть люди. И я могу попрактиковать свой испанский. И какой Янечка очень хорошенький. Меня накормил сегодня. Ничего не рот какой. Ты на дизель. Я просто понюхала, ребята, это говно. Я не знаю, как даже это рыбы едят, если честно. Друзья, сегодня идет дождь. Я не взяла зон, хотя я его взяла с собой. Но он у меня в отеле. Иду на Монмарт. Очень хочу посмотреть этот район. Капельки стекают. Монмарт именно этим и славится. Там вся история Парижа, которую нужно ощутить и прочувствовать. Нет слов у меня просто. Я даже не комментирую. И показывать я вам такую жизнь не хотела в Париже. Но она здесь просто ручьем. Это ужас. Монмарт построен на марокканских магазинчиках и на социальных кружочках, помогающим иностранцам в жизни здесь. Хотя единственный вариант просто их больше не возить. Чтобы оставить хорошее впечатление от поездки в Париж, нужно всего лишь навсего быть всегда в центре города и никуда больше не выходить. Я иду к базилике. Еще иду туда, потому что там в Старбакс. Я хочу попить хорошего кофе. В Париже очень тяжело найти вкусный кофе. И за 4 евро продают просто самый натуральный германтин, от которого плохо и тошнит. Поэтому я иду в Старбакс. Я знаю, что я точно с кофем не ошибусь. И мне будет намного приятнее и радостнее платить. Две лестницы пройдено. И все. Ну, хотя я еще поднималась так. И еще вот такой вот крутой подгон. А люди тут живут. Это того стоило, потому что оттуда виден весь Париж. Ну, вот я и пришла. Здесь, я так понимаю, живут. Живут всякие монахи. Им достаются самые хорошие места. Сакрикер, я не знаю, как правильно. Представляю, сколько здесь этим структурам лет. И там вон у него изо рта течет дождик. Как и во всех нормальных городах, вокруг достопримечательностей, дворечки для туристов. Ну что, что и следовало ожидать. Я зашла в свою нервную лавку и купила себе берет. Я давно о нем мечтала. Кстати, я думаю, мне неплохо. А еще тут есть такие приколюшки и презервативчики. Презервативчик в подарок, ребята. Кому презерватив с Парижа? Все, теперь я иду в берете по Парижу и ничем не отличаюсь от парижан. Потому что здесь на самом деле многие девушки ходят в беретиках. Что это вообще поразительно. Я думала, это уже настолько заезжено. А на самом деле это крутая тема. И почему я в них раньше не ходила. Просто надела берет, улыбка до 6 раз. Бабульки по оперативчику. Наконец-то я попала в эту сказку, которую хотела. Это другой Париж. Я прошла все страшненькие районы и оказалась в Ман-Марте, на самой вершине, в Базилике. Здесь уже все смотрится иначе или по-другому. Присутствует эффект парижской изысканности. Уля-ля. Ну, зато там уже открывается вид на весь город. И мне кажется, я вижу Куперу. На самом деле такое все маленькое, такое все мизерное. Так все, надо вот так сидеть, Ку-Ку-Ку. Мы же русские, мы же любим на всю. Здесь прям сидят все такие. Скучко. Старбакс, я тебя люблю. Наконец-то. Наконец-то опять булочка. Булочка, на которой больше нет сын. Как вам они? Боленсяжный видок с беретиком. Очень крутые спуски. Я сейчас чуть не прокатилась попой по всему вот этому прекрасному творению. Я иду к иконе французского шансона. Просто потрогать за грудь Долиду. Более 170 миллионов пластинок продано по всему миру. Я в восторге находиться возле такой исторической дамы. Кстати, берет меня очень спасает. У меня восстановился весь мой обдумывательно-мозговой процесс. Я начинаю что-то уже говорить на камеру, потому что до этого так себе было ощущение, под дождем, вообще не было мыслей. Ну, в принципе, и сейчас мало. Вы знаете, мне нравится Мармар. Это очень необычный район. И даже достаточно спокойный. И в нем не особо видно насыщенность этой лакшери жизни, как, например, в центре. Здесь просто уютно и спокойно. И я бы в этом районе даже жила, потому что мне он нравится. Главное, что нет хаоса. Это отдельный город от Парижа. Еще в Париже люди проходят на красный свет. Их совершенно не волнует, что едет машина. Остановись. Остановись. Я тут иду. Вот оно, это место, на котором я хочу когда-нибудь побывать. Там живут люди. Слушайте, это очень красивенькая лавочка с серебряными колечками и всякими побрякушками. Но тут у меня такая идея, пришла и мысль, что там находится кладбище. Очень нравится. Меня абсолютно не пугают эти вещи. Это история, это жизнь. Я не одна пришла поглазеть. Здесь очень много кто ходит просто так посмотреть. Кладбище очень знаменито. Здесь даже похоронен Александр Дюма, младший. У меня глючит, или там сидит черный кот. Киса, это живой кот? Да, это живой кот сидит. Киса, ты охраняешь кого-то? Слушайте, он какой-то живой прям человек. Ты здесь живешь? Марсик, елки-палки, ты что тут сидишь? Эмили Зола. Сейчас иду, такое чувство, как будто он повернулся и смотрит. Я пошутила, конечно же, это не то место, в котором я когда-то хочу побывать. Смотрите, как прикольно. Стоят электрические велики под замком. Надо подкачать еще колесики. Сейчас у меня просто пропадет дар речи. Потому что подхожу к этой вещи, о которой мечтала. Посмотреть вживую и даже побывать. О, да. Он показывает. Это он. Это та самая мельница развратная. Ребята, я стою напротив Молин Руж. Как круто какая история. Я просто мечтаю побывать здесь. И я еще раз обязательно приеду. И в этот раз я схожу на Молин Руж и посмотрю. Это потрясающее представление. Потому что такое пропускать точно нельзя. Лучше бы я в Молин Руж пошла, чем в Диснейленд. Но все случается так, как должно быть. В Молин Руж я хочу пойти с подругой. Молин Руж нужно найти из компании, чтобы было с кем пережить этот потрясающий момент. Ребята, я обнимаюсь со столбом. Просто чувствую это место силы. У меня прилив энергии. Я прям чувствую. Возможно, это само внушение. Но это так прикольно. Находиться в тех местах, в которые ты мечтаешь попасть в свою жизнь. Просто подарок для меня. Я сделала подарок для меня. Я поехала и посетила Париж. Я посмотрела абсолютно все за неделю. Практически все. Ух ты ж, это напротив Молин Руж. Я нашла такие вещички интересные, забавные. Туфельки. Ой, туфельки с пушком. Ну прям вообще. Молин Руж и секс-шопы, и вибраторы напротив него. Очень прикольно. И красивенькие сапожки. Знаете, чем притягивает Париж? Именно своим шиком и роскошью. Вот этим он очень сильно подкупает. Мне очень жаль взять. И я уже думаю, когда мы поскорее сюда вернутся. Снимаем очень крутую вещь с приложением. С диджитал одеждой, ребята. Это очень прикольно. На парне пальто. Света там стоит там. Здесь у нас камера метро. И сейчас я буду снимать. Это очень круто. Последний день в Париже. Хочется что-то вкусное поесть. Я уже нашла одно прекрасное местечко. Сегодня у меня должна была состояться съемка с одним крупным блогером. Который мне очень нравится. И симпонирует. Я за ними смотрю, наблюдаю. Училась, что съемка отменилась. Дала я себе знать. И надеюсь, что в будущем. Мне все-таки захочется встречаться и написать мне, когда она будет в Италии. Она всегда может это сделать. Поэтому я не отчаиваюсь. Я только сейчас начинаю, набираю разгон. И важно заявить о себе. Это самое важное во всех проявлениях. А дальше уже с оптимизмом верить. Верить в себя в первую очередь. И в то, что тебя ждет. И тогда ты привез большим результатом. Я в это верю. Я чувствую себя уверенно, сильной. И главное, что мне нравится то, чем я занимаюсь. И это вообще самое важное. Я пришла в этот ресторанчик. Для меня это просто олицетворение Парижа. Сейчас мы здесь будем. О- 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 О. еще одна мечта сбылась я поела устриц я просто обожаю какой деловой дядечка француз многие французы после работы любят прям присесть и так вот старайте купить бокал вина посидеть почитать газетку и даже возможно и не кушать может быть что-то перекусит он но он своими делами работы и кстати погода позволяет сидеть прям на улице даже не холодно и я потрясена мы в конце ноября середине ноября у меня уже конец быстро прошу шала неделька это просто челлендж успеть все за 5 дней хочу что я тут уже месяц на самом деле я не высыпаюсь у меня под глазами нужно поехать отдыхать сейчас от домой поеду отдыхать очень много планов дальше жестко работать до конца лета а что у нас идет после как же называются острики на итальянском в общем после этих ракушек что я ела что живет гамбургер тут так прикольно в ресторане каркаде самый настоящий запах каркаде я вам даже открою не могу дать понюхать но это просто еще там есть всякие и печеньки давайте одну запрём это какой-то блогер мазафака потерялся а Продолжение следует...